Всем привет! С вами канал Life in New Zealand и события прошедшей недели. Подписывайтесь на наш канал, если вам он нравится, а также нажимайте на колокольчик, чтобы дальнейшие видео не пропустить. Ну а мы начнем. Расскажем в первую очередь про открытый межтасманский пузырь, да, то есть без карантинный период между Австралией и Новозеландией. Вот уже практически неделя, как они начались, и из этого сделали вообще целое шоу по большому счету. То есть в первую очередь люди встречаются, слезы, сопли, грубо говоря, то есть сделали целое шоу, тем более в первый день, как люди друг друга обнимают, давно не виделись, то есть слезы вот в аэропортах, куча репортажей оттуда. То есть Air New Zealand вообще организовал даже, начал раздавать мыльные пузыри, чтобы люди их пускали. То есть шоу просто сделали, и люди действительно рады этому, рады таким обычным вещам, как в нормальном вообще ритме, да, и поэтому люди очень соскучились. В то же время вот сейчас, буквально вчера объявили, что на три дня вводится карантин в Западной Австралии, то есть прекращаются на данный момент полеты, потому что там у них кто-то заболел, кто-то вышел, кто-то куда-то поехал, полетел. То есть что-то произошло, в принципе, ну, вирус вырвался, так скажем, на волю, да. Ну, на три дня на данный момент полеты приостановили. Так что вся остальная Австралия работает, я имею в виду перелеты между Новой Зеландией и Австралией, так что если вы куда-то собираетесь лететь, летите без всяких опасений. Единственное то, что людям надо одевать маски. Не забывайте, что в самолете вы обязаны быть в маске, то есть эти три часа перелета, в среднем три часа, я имею в виду, зависит куда вы летите, вы должны быть в маске. Кроме того, момента, когда вы принимаете пищу. То есть в аэропорту тоже рекомендуют одевать маски, тем более в зоне уже, где идет посадка, но, насколько я помню, это не обязательно на данный момент. В самом аэропорту ношение масок. Иммиграционная служба Новой Зеландии принесла свои извинения всем людям, которые подались на рассмотрение резидентства, потому что дело в том, что начиная с 2018 года был внегласная договоренность и был приоритет людей определенных, выборка их дел из общей очереди, выборка людей, у кого зарплата выше 160 тысяч, кому необходимы какие-то, то есть получение каких-то разрешений на работу, такие как врачи, такие как электрики и так далее. То есть более, так скажем, востребованные, наверное. Хотя, по идее, по этой категории востребованных профессий очень много профессий проходит, да, но вот все равно отдавалось предпочтение людям, в принципе, с более высокой зарплатой, что вообще нечестно, потому что вообще по правилам первый подал, первый вышел, так скажем. То есть если вы подали заявление о предоставлении вам резидентства Новой Зеландии, то вы должны быть первым в очереди. То есть обычная очередь должна идти, хотя, видите, вот с 2018 года люди некоторые с 2018, с 2019 года до сих пор ждут рассмотрения их дел. Это вообще ненормально, то есть там спрашивали у нескольких людей, у приезжих из Казахстана спрашивали, приезжих из Индии спрашивали, которые здесь полноценно работают на рабочих визах, платят налоги, а их дело почему-то все висит и висит, и никто никаких обновлений им не дает. Дело в том, что они говорят, если бы мы знали о таких вещах, что мы будем так долго ждать, мы бы, наверное, в Австралию подались бы, да, то есть по квалификации, потому что мы, в принципе, проходили, но мы решили остаться в Новой Зеландии. И, ну, не правительство даже, а министерство вот иммиграции принесло свои извинения, что мы так не должны были делать, это неправильно. И просто заявление было такое, извинение, если вы хотите, вы можете вернуть свои деньги, но если вы все еще хотите получить резиденцию в Новой Зеландии, то вы должны еще чуть-чуть подождать, опять ждать. Люди опять в шоке, они не знают, что делать, потому что они обращались к юристам по правам человека, да, что это вообще, ну, ненормальное отношение к ним. Это было признано, все, разбирались 15 месяцев, в принципе, в этом, вот, за 15 месяцев пришли к выводу, что действительно было место, это, ну, происходило все, и, ну, кроме извинений, ничего больше не получили люди. У некоторых, как я уже сказал, с 19-го года люди ждут рассмотрения. Вы представляете, почти два года ждать рассмотрения вашего дела. Вы здесь живете, вы платите налоги, и вы не можете определиться, вот у нас на работе, я знаю парня, да, с Индией, он работает сантехником, я уже говорил об этом, и человек до сих пор ждет, когда же, наконец, им дадут резиденцию. Что дайте его, или откажите, потому что они оба работают, да, и, ну, они не могут определиться, что им делать дальше. Покупать им недвижимость, не покупать, что детям дальше делать, идти им в высшее учебное заведение учиться. Не идти, потому что, в принципе, чтобы идти учиться, как не резиденту им, они должны будут заплатить очень большие деньги за учебу своего ребенка. И, ну, они просто в замешательстве, что делать дальше, не знают. Вот это конкретный пример, да, что, как издевательство над людьми, по большому счету. Я не знаю, почему так долго надо это рассматривать. Я согласен, в плане медицины, возможно, надо сделать тесты, анализы, проверить, что действительно у тебя нет серьезных заболеваний. Но, если это пройдено, сделано, если человек здесь уже живет на протяжении нескольких лет, платит налоги, исправно, не нарушает закон, почему нельзя выдать этой семье резидентство, если эти люди лояльны государству и хотят остаться здесь жить. И посвятить свою жизнь, так скажем, росту этого государства. Это глупость, конечно, но вот это лично мое мнение, да, что миграционную политику необходимо менять в стране. Она нужна, но ее просто необходимо поменять, ее необходимо проработать, и для этого нужны специалисты, которых я на данный момент не вижу в правительстве. Ну, а завтра, 25 апреля, в Новой Зеландии очень серьезный праздник. Он даже, это, наверное, даже не праздник, это день памяти, потому что людей, ну, вспоминают. Дело в том, что 25 апреля в Новой Зеландии отмечается как Анзак Дэй. Это день, когда вспоминают всех погибших и участвующих вообще, участвовавших в различных войнах. Началось это все 25 апреля 1915 года, во время Первой мировой войны, когда союзные войска Антанты высадились на побережье Турции, в Галополе. И дело в том, что австралийцы, новозеландцы, британцы сражались вместе, да, они там, в принципе, потерпели поражение, но в то же время новозеландцы и австралийцы отметились очень большим мужеством и большим сопротивлением. Поэтому этот день стал отмечаться и в Австралии, и в Новой Зеландии, как день памяти погибших в Первой мировой войне, да. То есть в этот день проходят траурные мероприятия, памятные, вернее, мероприятия, то есть люди приходят с медалями своих родственников погибших, либо участвовавших в войне. А после Второй мировой войны этот день стал еще и просто отмечаться, как вспоминают людей, погибших во всех конфликтах, во всех войнах, в которых участвовала Новая Зеландия и Австралия. То есть это не только Первая мировая война. Так что есть вот такой один день, когда вспоминают всех, кто участвовал и погиб во всех, в любых конфликтах, в любых войнах. В принципе, это, наверное, неплохо. Я считаю, что это правильно, потому что, как для Новой Зеландии, какие-то даты определенные разделять нет смысла, хотя до сих пор все равно упор Новой Зеландии делается на Первую мировую войну, потому что это, наверное, была первая серьезная война для страны. Я не имею в виду внутренние конфликты между Маурией и британцами, то есть, а именно для государства, в котором участвовали причем маурийские подразделения были, войска маурийцы тоже участвовали в этой войне. Так что в большинстве своем, конечно же, Первая мировая война, это на первом месте стоит, но не забывают и про Вторую мировую. Так что, если кто-то хочет пойти завтра на мероприятие, я думаю, во всех городах они будут проходить, и в Окленде, и в Велингтоне, и в Тауранге, и в различных других городах. Так что в Окленде это будет, скорее всего, в парке Домейн, возле музея окландского, там постоянно они проходят, там стоит памятник, опять же, посвященный этому, и с самого раннего утра начинаются траурные мероприятия. Точнее, памятные, я все время траурные говорю, памятные мероприятия. Это государственный выходной день, то есть, ежели он выпадает вот на выходные, как, например, сейчас он выпал на воскресенье, то понедельник также является выходным днем. В Новой Зеландии разрабатывается реформа системы здравоохранения, потому что, по мнению нынешнего правительства, нынешняя система изжила себя. На данный момент у нас 20 региональных министерств, 20 региональных отделений здравоохранения, и они планируют их объединить в одну большую организацию, которая будет разделяться уже на 4 сектора, и будут решать проблемы больниц, проблемы медицинских центров и так далее. Также отдельной группой будет выделено общественное здравоохранение, которое просто вот людей, то есть, прививки какие-то, то, что в объеме всего государства будет происходить. Ну и отдельно выделяют здравоохранение будет отдельная комиссия Маори, которая будет заниматься здоровьем коренных жителей Новой Зеландии. То есть, вот их выделили в отдельную категорию. Ну, есть, да, это причины, потому что действительно у Маори здоровье отличается, наверное, от выходцев из Европы, из Азии и так далее. То есть, они склонны к алкоголизму, например, тому же самому. Табака, курение очень сильно влияет на их здоровье по сравнению даже с европейцами или с азиатами. Ну и наркотики, естественно. Это вот, наверное, из-за невысокого образования у многих, потому что нету доступа к этому, я не знаю, если честно. То есть, не хотелось бы никого обижать, никого оскорблять, но вот проблема существует, ее решили таким образом решать. Я не знаю, вот по моему мнению, чего хотят они добиться. Потому что менеджмент, по большому счету, останется тот же самый, который был до этого. Потому что новых кого-то искать, людей, которые не разбираются в конкретной ситуации, бесполезно. То есть, будет просто реорганизация, будут опять пилиться деньги, выделяться. Насколько это поможет решить проблемы здравоохранения, которые на данный момент существуют в нашей стране, я не знаю. Кстати, нам некоторые пишут комментарии, что здесь прекрасное здравоохранение, что вы все обманываете, врете, нагнетаете, людям рассказываете неправду, что вам просто, наверное, не повезло. Как я написал уже вот одной из наших зрительниц, я не хочу здравоохранения, чтобы зависело от везения. Это глупость, когда здравоохранение будет зависеть от того, что вам повезло с врачом или не повезло. Это же не лотерея, тебе повезло или не повезло. Ребята, от этого зависит жизнь человека, да, очень часто. И если ты попадешь на некомпетентного врача, либо специалиста вообще не будет, ну, это, наверное, ничего хорошего в этом нет. И надо это решать и что-то делать с этим. В первую очередь, я же говорю, огромная нехватка специалистов, врачей, медсестер, вообще просто спецов в своей области, да, и также инфраструктура. И мы уже рассказывали об этом неоднократно, что очень изношенная инфраструктура медицинская в Новой Зеландии. Больницы, медицинские центры, что-то делается, перестраивается, и лично участвовал в перестройке корпусов больницы. Однако, я повторюсь, что все еще очень-очень много работы предстоит, и нужно в первую очередь решать что-то с зарплатами. Потому что основной отток медицинского персонала из страны – это зарплаты. Австралия предлагает намного большие зарплаты, нежели Новой Зеландия, и люди, поработав здесь, получив опыт, стараются найти что-то лучшее для себя и переезжают за границу. Вот это вот, это уже дополнение, как личное мнение, что не только менеджмент надо менять, нужно как-то выделять больше денег, потому что население увеличивается, а денег выделяется столько же. Ну, как-то неправильно. Вот такое наше мнение относительно этой новости. На западном побережье Новой Зеландии в эти выходные предположительно ожидают очень высокие волны, вплоть до 9 метров. Это связано с тем, что происходит движение плит земной коры в районе Антарктиды, и, возможно, из-за этого передвижения, возможно, большая волна придет на западное побережье. То есть предупреждают всех, предупреждают рыбаков, предупреждают серферов, просто людей, кто любит купаться в больших волнах, прыгать, что это может закончиться для вас трагически. Поэтому будьте осторожны. Этого может и не произойти, как вы понимаете, волны могут затухнуть. То есть то же самое, что с теми же цунами. В принципе, смысл тот же самый. Но вот такие предупреждения от геологической службы Новой Зеландии. Так что если вы собираетесь в эти выходные посетить западное побережье, будьте осторожны. Ну, вот эта неделя была такая небогатая на новости, по большому счету. Поэтому на данный момент это, наверное, все, что мы хотели вам рассказать. Я расскажу немножко о погоде. У нас осень уже вступила в свои права полноценные. То есть становится холодней, дожди сменяются. Вот сегодня прекрасно. Вообще погода вчера вечером лил сильный дождь, а сегодня все вот распогодилось, солнышко приятно. Но температуры у нас днем максимальная температура 19, то есть 18-19 всю неделю продержится. Ночью температуры 9-13. Ну и, возможно, переменная облачность, а также возможны дожди. То есть это все непредсказуемо, потому что, как мы уже рассказывали, в Новой Зеландии погода такая. Очень-очень разношерстная. Для примера, я уже стал вот приводить примеры другие города, чтобы вы могли посмотреть вот в это время года, в других городах какая погода. Например, в Тауранге ночью ожидается 9-11 градусов, а днем 18-21, даже чуть-чуть теплее, чем у нас. В принципе, как у нас. Так что, в принципе, в начале недели возможны дожди, а потом уже распогодится и будет солнышко, и хорошо. Так что, приблизительно Окленд, похоже. Ну что, я с вами прощаюсь. Надеюсь, вам понравился наш выпуск. Ставьте пальчики вверх, нажимайте на колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Всем добра и удачи. Хороших выходных. Пока-пока. Пока-пока.